здравствуйте друзья в этом уроке мы научимся создавать ткань мы создадим скатерть на стол которая создавали предыдущем уроке мы будем использовать модификатор clove который переводится английского как ткань в этом уроке мы создадим скатерть для стола а в следующем уроке создадим различные шторы а дальше мы создадим диван с подушками один из самых простых способов создавать ткань это использовать модификатор clove что продемонстрировать возможности модификатора ткани я буду использовать файл который мы создавали в сорок шестом уроке где мы создавали стол откройте его если у вас этого файла нет под видео будет ссылка на этот документ в этой сцене я выделю все объекты нажму control а английская выберу инструмент выделения и щелкну зажав клавишу shift на верхней крышке этого стола чтоб снять выделение и сейчас заморожу все выделенные объекты чтоб они нам не мешали щелкаю правой клавиши выбираю фриз selection заморозить выбранное теперь зайдем закладочку create геометрия стандартных примитивах активизируем плоскость и я задам ее 170 на 120 сантиметров сегментацию по длине и по ширине я оставлю пока 4 теперь берем инструменты выделения перемещения зададим координаты этому объекту 00 а по z задам 80 шлем интер эта плоскость у меня находится немного выше поверхности стола она не соприкасается с поверхностью стола что применить модификатор давайте переименуем эту плоскость я назову ее ловс то есть ткань а столешница у нас а у нас называется ректангл 002 давайте тоже зададим имя этому объекту я назову его ты был то и стол а теперь выделяем два этих объекта одновременно и сразу к двум применим этот модификатор потому что он должен воздействовать на два этих объекта заходим в раздел модификации модифайр лист ищем модификатор close вот он сразу же программе надо указать какой объект из двух этих ткань а какой стол то есть какой у нас будет изгибаться и на какой он будет ложиться для этого челкаем на кнопочки объект пропертиз то есть свойства объектов и здесь слева мы видим два наших объекта которые мы добавили если нам нужно было еще добавлять объекты это можно было сделать нажав на кнопочки это объект соответствующем окне можно было выбрать еще дополнительно объекты если нам они нам понадобились выделяем объект который у нас стол и сверху мы видим галочку inactive то есть он у нас не активный чтоб он участвовал просчете для ткани как твердый объект на который будет ложиться ткань нужно поставить соответствующую галочку коллизион объект то есть что на стол будет объектом столкновения далее выделяем ткань и переключаем галочку inactive положение close то есть ткань тут же становятся параметры активной базовой ткани default в этом окне много разных параметров в этом уроке мы не будем рассматривать подробно большинство из них мы рассмотрим только те которые дают сразу результат чтобы увидели действие ткани разделе presets можно выбрать разные типы ткани здесь их 17 наименований первые списке у нас стоит булав что можно перевести как брезент перевод и краткая характеристика название этих тканей будет под видео которое вы смотрите можете попробовать применить разные ткани и посмотреть чем они отличаются здесь вы видите вот находится кожа полиэстер шелк шерсть и другие давайте выберем полиэстер то есть синтетическую ткань и пока в настройках этой ткани ничего менять не будем просто жмем час окей применить чтобы 3d max просчитал наложение ткани у нас присутствует три кнопочки которые запускают этот процесс simulate local simulate local dump it и просто simulate верхний вариант это ускоренный режим как бы с погрешностями но быстрый режим второй режим это уже более сложный режим но без возможности просматривать процессе когда полученный результат то есть промежуточных стадий а вот кнопка simulate комбинирует свойства предыдущих кнопок с большими возможностями поэтому жмем на соответствующей кнопке видим ткани у нас опускается но она видите опускается немножко некорректно почему потому что мышленно я сделал меньше полигонов чтобы вы видели разницу что полигональная сетка важно чтобы отменить соответствующие действиям нужно стереть соответствующую анимацию жмем на кнопочки rise simulation также стоит сказать что в параметрах настроек этого модификатора есть гравитация здесь у нас находится минус 980 что такое минус 980 это ускорение свободного падения на поверхности земли среднее значение у нас видите 9 целых восемь десятых метра в секунду то есть если в настройках 3d max а здесь написать например 0 то будет у нас нулевая гравитация объект не будет падать вниз поэтому я оставлю этот параметр минус 980 без изменений сейчас давайте непосредственно выделим нашу ткань я нажму на плен здесь я нажму с чтобы наши внесенные изменения применились к модификатору и здесь давайте уплотним сетку во много раз я здесь напишу 200 на 200 чем больше плотно сетки тем лучше ткань будет ложиться на поверхность сейчас она мне выглядит вот таким образом вернемся модификатор close то и щелкаем на нем и щелкаем на кнопочке simulate начинается просчет теперь он будет дольше занимать больше времени здесь вам немного придется подождать как вы видите у меня идет 61 кадр это у меня щас идет пятая минута я нажму канцел чтобы уже остановить по умолчанию выставлено 100 кадров программа пыталась просчитать мне 100 кадров она прочитала и назад отматывая можно видеть как ткань у нас падала вы видите у нас немножко неточно произошло падение ткани то есть проглядывается сам стол это надо исправить то есть настроить ткани немножко по-другому и плюс давайте сделаем изменим свойства ткани полиэстер так чтобы углы более пластичные ложились на поверхность стола и чтобы внести соответствующие поправки давайте выделим два этих объекта сделаем дубликат жмем shift делаем копию поставлю это рядом жмем на кнопочки объект properties и внесем поправки в наши объекты выбираем объект тейбл стол ставим галочку обратном коллизи он здесь присутствует параметр у нас а все давайте мы его увеличим до количества 7 он у нас отвечает за расстояние от ткани до объекта на которое она у нас падает выбираем ткань обратно ставим ткань убираем полиэстер обратно и здесь у нас два верхних параметра юбэнд и вибэнд они отвечают за пластичность и гибкость ткани то есть за количество складок конечном счете то есть чем выше это значение тем меньше ткань может сгибаться то есть нам этот параметр надо уменьшить чтобы ткань стала более пластичная давайте здесь поставим по 5 2 параметр автоматически применяется и это лучший вариант когда они вдвоем одинаковые щелкаем окей жмем на кнопочки simulate я подожду до 23 кадра и остановлю жму канцел видим что ткань уже выглядит у нас лучше то есть она у нас стала более пластичная у нас на углах больше складок и на что он не просвечивается через ткань теперь давайте сделаем еще копию этого объекта и рассмотрим уже другие характеристики жмем на кнопочки объект properties столу обратно назначим параметр collision здесь зададим 7 выберем нашу ткань переключим ее в клоус то есть ткань выберем здесь параметр обратно полиэстер юбинт зададим как и было предыдущем варианте 5 у нас было вебинт тоже также давайте изменим параметр и у стрэнч стрэнч это у нас сопротивляемость растяжению поставим здесь вместо 25 1 жмем окей жмем на simulate видим вот соответствующий результат здесь ткань у нас стала более пластичная видите она подгибается даже под низ стола когда остальные тканей за это же время не смогли дойти до этого уровня и на углах вы видите складки распределяются по-другому проделайте соответствующее действие в следующем уроке мы рассмотрим свойства под объектов чего состоит у нас сам модификатор close также дополнительные параметры которые присутствуют в этом окне и мы это будем делать на примере штор также под этим видео я оставлю расшифровку основной части вот этих параметров окна объект properties этого модификатора если будут вопросы по данному руку задавайте спасибо за внимание что в следующем уроке